Не закрывайте нашу школу! Не закрывайте нашу школу! Не закрывайте нашу школу! Восемь новых школ построят в Крыму за счет денег федеральной целевой программы развития Крыма до 2020 года. Такие обещания еще в 2015 году раздавала так называемая министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. На практике ситуация на полуострове обратная. Например, в селе Кленовка Симферопольского района хотят закрыть единственную школу. 100 ребят, 20 из дошкольных подготовительных классов и 80 учеников будут вынуждены ездить в школу в другое село. В администрации района заявляют, уровень подготовки учеников в Кленовской школе слабый. Прекрасная школа, все видят, какой ремонт, какая база в классах, какие преподаватели прекрасные, учителя. Ну вот, я хочу сказать, что все родители никаких не имеют претензий к преподавателям. База для нашего уровня, для нашей школы, для наших деток все предостаточно. В так называемом профильном министерстве, говорят, из 580 крымских школ 90% нуждаются в обновлении материально-технической базы. И добавляют, мол, за два года на модернизацию школ, выделенной из бюджета России, 1 миллиард 89 миллионов рублей. Из них более 600 миллионов рублей было направлено на закупку мультимедийных досок лабораторного оборудования. В школах полуострова, дескать, были укомплектованы кабинеты физики, химии и биологии. Про Кленовскую школу, очевидно, власти забыли. Очень слабая материально-техническая база. Ну, то есть, вот у нас программа Морсадова проходила, там, по укомплектованию кабинета физики, химии, математики, младших классов. Эта школа не попала, потому что там были определенные низкие показатели по успеваемости. То есть, целесообразнее было усовершенствовать базу в иных. Кабинета информатики, где могли бы заниматься старшеклассники, тоже отсутствует. Это приготовление пищи на месте, ну, то есть, столовой, которая бы оборудована, тоже нет. Но это еще раз подтверждение того, что материально-техническая база слабая. Так называемые власти своеобразно понимают заботу о детях. Вместо того, чтобы на пресловутые огромные федеральные деньги сделать здесь компьютерный класс и столовую, школу хотят просто уничтожить. Ну, а ближайшее от Кленовки учебное заведение за 10 километров в селе Донское Симферопольского района. Родители учеников собираются бороться за школу. Косметический ремонт школы родители, кстати, сделали за свой счет. Готовы продолжать и дальше заниматься совершенствованием материально-технической базы школы самостоятельно. Раз уж власти не могут. Если причина в том, что нет комплектации компьютерного класса, то мы все это сделаем. Мы доделаем, как бы, скомплектуем все это и все будет у нас. Мы будем идти дальше, мы будем что-то делать, мы будем принимать какие-то шаги, мы готовы пойти на гладовку. Будем сидеть под сельсоветом и голодать, если будут закрывать школу. Пусть сельсовет трудовое перенесет, который ничего не делает, оставит нас без воды, еще медпункт пусть закроет и нас похоронят. Мы будем стоять и здесь лежать и не дадим закрыть школу. Крюновской школе в 2016 году исполнится 45 лет. До этого момента ее никто ни разу не попытался закрыть.